МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БАЙКИ ПРО БАЙКИ И ПРО БАЙКЕРОВ ОТ АЛЕКСЕЙЧА МОТО-М Эх, доброе время суток, вы на волне радиостанции МОТОРАДИО В эфирной студии, постоянно автор ведущей программы БАЙКИ ПРО БАЙКИ Сам великолепный Алексеич, Алексеич, привет Привет Поздравляю тебя с наступающим Уверен, что все должно процветать И уже пора уже, наверное, мы с тобой солидные взрослые люди Уже надо пожинать плоды от многочисленных пожеланий за долгие годы перед этим Потому что каждый год нам желают всего хорошего, всего хорошего, всего хорошего В этом году то же самое И вот, такая вот длинная тирада Еще раз поздравляю тебя и всю твою мастерскую Ну и поздравляем всех наших слушателей Которые с нами целый год отмучились Какой год? Больше! Больше! Ну да Но все равно всех поздравляем И чтобы у них тоже была удача, счастье, шершавая дорога и так далее Аминь! Давай, поехали в передачу Я напомню, что БАЙКИ ПРО БАЙКИ Программа, посвященная мотоциклам, различным историям, связанным с ними Связанным с сервисом, обслуживанием, путешествиями и так далее И сегодня мы затронем уже в последней программе в этом году Ну, можно сказать, такой важный акцент, который в мото-мире наблюдается Это активная экспансия брендов из Китая Да, ну вот смотри Когда началось СВО Вдруг неожиданно, значит, исчезли все Все американские и европейские автомобили Все эти заводы И все загрустили На чем же мы будем ездить И тут, ну, у меня, например, стоянка Вот я сейчас забирал автобус Битком забитый китайскими автомобилями И мы на дорогах видим огромное количество автомобилей Которые вообще шикарно выглядящие Непонятно, как называющимся Но при этом выглядят потрясающе И они заполонили все И я думал, когда же до нас дойдет это счастье То есть автомобилистам повезло Они ничего не почувствовали Просто новые бренды С шикарными наворотами и так далее ездят Вот, и тут я думаю, ну, что-нибудь-то изменилось Давай поинтересуюсь И оказалось, что на выставке в Москве Раньше на выставке в Москве Были одни пидбайки Ну, или малокубатурные какие-то там мопедики китайские Ни о чем То есть мимо вот этого вот металлолома Мимо всегда проходишь И идешь что-нибудь интересное смотришь А сейчас эти сволочи Это ты кого имеешь в виду? Да, они молодцы Они взяли и нас всех порадовали Непонятная компания X-Widge Такая называющаяся Решила сделать финт ушами Взяла, откупила в Америке Ну, вообще, как построить мотоцикл? Всем не секрет, что все мотоциклы Это такой конверсионный набор запчастей По сути Начиная с Харли Дэвидсона И кончая КТМами То есть, если подойти к Харли Дэвидсону Поближе и внимательно рассмотреть То мы увидим Брэмбовские тормоза Австралийские колеса Китайские колеса Инжекторную систему Делфи, АБС Компании Бош Лампочки венгерские И так далее То есть, все детали Каких-то известных производителей Вот И больше всего производят Значит, допустим, Харлиисты Они производят свои баки Свою пластмассу Все эти фэринги Сидения, рамы и моторы Вот Все остальное они докупают Это как бы много Там 60-70% Своего То есть, это считается круто Вот Допустим, тот же КТМ Как-то я Как-то Леша Ветер Пригласил нас на тест-драйв КТМов И нам выдали все Весь модельный ряд Типа, катайтесь Вот Но я так подумал Надо допросить продавца Допрос продавца Не привел ни к чему Он ничего мне не смог ответить Я пошел в сервис И попытался что-нибудь Спросить у механика И Ничего не понял И тогда я подошел К сам К КТМам И увидел, что Амортизация вся PowerVision Известной компанией Которая делает Гидравлические Эти амортизаторы Перед, зад Фары Какие-то немецкие Тормоза На них написано Брембо Но все равно Все это сделано в Китае Все равно Нет, нет Вот они 750-ку И литр 300 Вот этот дюк Они делают в Австрии Все остальное делают В Индии и в Китае Это просто баджадж Прям на тормозах Сразу же То есть После 700-ки Сразу на тормозах Написано Баджадж На домике На тормозном Главном цилиндре Написано Баджадж И в общем Я посмотрел Все Этот Все 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 Таким Таким же путем Пошли Китайцы Но Они Что сделали Мотор должен быть Хорошим И большим Тогда Ты можешь Попасть на Приличный рынок То есть Эра Индийских Китайских Малайзийских Рынков Малолитражных Хорошая Что если Ты все Ставишь Приличное То цена Получается Приличная Это 100% Но Есть Есть Компании Накручивающие Цену На свой Мотоцикл За счет Своего Долговечного Бренда Вот И Харлей И плюс Допустим Харлей Собирается Допустим В Америке Где зарплата Большая Надо платить Большую Зарплату И Получается Что И за Бренд Платить И поэтому Ты В принципе За Простой Мотоцикл Платишь Бешеные Деньги А за Высокотехнологичные Китайцы Японца Допустим Платишь Меньше Потому что Бренд Послабже Вот Что сделали Китайцы Они Значит Поняли Что Мотор им Не потянуть Хорошим Они Купили Есть такая Компания Сундас Мы были Когда-то Ихними Дилерами СНД СНД Суперсток Суперсток Вот Они Давным-давно Выпускали Приличные Мотоциклы Они их И на Индиана Ставили И на Виктори В общем Компания С большой Историей В общем-то Очень хорошая Компания На самом деле Они молодцы Они У них Всегда Разработки У них Чуть ли не Институт Свой Они Создали Я помню Даже Харлисты На них Подавали В суд Потому что Они Пользовались Вот этим В В-образной Вот этой Развилкой В градусах Харлиевской И они на них В суд Запатентованные Да И им Пришлось Это немного Убрать Градусы Так вот Китайозы Купили Пять Цехов Этой Компании И сделали Двигатель И попросили Этих Америкосов Сделать Двигатель Два Литра Тысячу Девятьсот Что-то Семьдесят Шесть Кубов Что-то Такое Сто Три Лошадиные Силы Это Достойно Двигатель На Вид Чем-то Похож На Викторе Вот Что-то Между Харлеем И Виктори В-образный Ну тоже Такая В разные Стоя В-образник Все Как полагается Все Там Коробка Праймари Ну естественно Все Помененные Формы Но Так В общем-то Концепция Харли Дэвидсон Ну или Виктори Раму Они сделали Сами Бак Естественно Тормоза Известных Производителей Вилки Тормоза Амортизаторы Инжекторы АБС Приемник Им вообще По-моему ДжБЛ Сделал Музыку Ауди Систему И И Они Сделали Значит А-ля Softail А-ля Trike А-ля Колясочник Шикарнейший А-ля Электричка Почему-то Стреглат Не сделали Но на самом деле Открутил Кофру У тебя Уже Стреглат И сделали Спайдер То есть Вот этой Канадской Компании Знаменитой То есть Два колеса Спереди Одно Сзади То есть Все что мы Любим По сути Все что мы Любим Все есть Коляски Трайк Туринг И Спайдер То есть Каждый Приличный Человек У которого Есть Приличное Количество Денег У него Всегда Есть Электричка Всегда Есть Трайк Всегда Есть Спайдер Спортбайка Нет У этой Компании Да У этой Нет Но у Других Китайцев Есть Но Два Литра На Спортбайк Все 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 Эти Мотоциклы Они Все Двух Литровые Один и тот же На сайт Этого Этого Производителя Они Даже Скопировали То что Можно продавать Одежду Обувь Сувениры И так далее Но Мотоциклы Есть Они Уже Были В Москве Они Уже Были На Мировых Выставках Но Выпускать Их Начнут С 24 Года И Скоро Через Три Дня И Цены Еще Нету Конкретной То есть Сколько Это Будет Стоить Мы Не Знали Но Выглядит Достойно Как у них Пойдет Не знаю Сильно За них Волнуюсь В принципе Очень Шикарная Артельнатива И думаю Ездить Они Будут Тоже Неплохо Как они Будут Чиниться Не знаю Но Радует То что Если Американцы Создали Мотор То мы Всегда Починим А Все остальное Шалобуху Это Вообще Без Проблем То есть Самое Главное Что Будет Понятный Мотор Потому Что Как Начнешь Разобирать Ямаху И Харлей Вроде Два В-образных Двигателя С одним И тем Объемом Но Зачем В пять Раз Больше Деталей Для чего Все равно Будет Зато Ямаха Не ломается Да Зато Если Она Сломается То Ты Нормально Так Встрянешь Надолго Вот Потом Значит Есть Другие Компании Это Мы Про Одну Поговорили Есть Гроза Такая Компания Эти Вообще Конченые Подонки Они Вообще Что Они Украли Говори Восьмисот Кубовый Мотор Триста Шестидесятой Колесо Триста Шестидесятой Колесо Я не понимаю Вот это вот Огромное Заднее Колесо Это в стоке Выхлоп Акропович Натуральный Югославский Настоящий Акропович Пневмоподвеска Вообще В пневмоподвеске Написано Это Пневмоподвеска Сделана Для шоу Они В серийный Его запихнули Как это Будет ездить Я не понимаю Но Он Опускается Поднимается У него Токенное Колесо Выглядит потрясающе Ты показываешь Колесо В смысле Оно широкое Оно очень широкое Ну ты представляешь Как автомобильное Вот Шесть вот таких Вот как колес С ума сойти Это в стоке Это в стоке Вот И вот Конченые Вот Они еще Спортбайки Какие-то Делают Какие-то Хондовским Лицензиям Да Кстати Это X Виджет Занимался Этим мотоциклом Какая-то Японская Компания Разработку Делали Какие-то Итальянцы Дизайны В общем Там Денег Вложено Много Поэтому Я думаю Эта компания Выстрелит А теперь Про грозу Значит Эти Делают Коляски Колясочники Двухцилиндровый Колясочник То есть Это просто Урал Но двигатель Двухцилиндровый Рядник Выглядит Офигенски Вообще Они Молодцы Наши же Колясочники Когда-то Уехали в Китай И вот Теперь Вернулись Сейчас На них Двигатель Ставят От Ерша Ну то есть Копия Ерш Такой Ерш Кавасаки И на вид Просто Кстати Вот эти Мотоциклы Которые Сейчас К нам Привезли Они На вооружении В китайской Армии Стоят С колясками То есть В кремовом Цвете Таком Пустынном Раскрасе Офигенно То есть 750 Китайский Made in China Мотопром Сегодня В фокусе Нашей передачи Алексей Алексеевич Рассказывал В первой части Передачи О СНДС Правильно я Говорю Называю Компании Выкупленной И превращенной Китайцами В целую Экосистему Вчера Ко мне Приехал Наш Клиент Хороший Руслан Салимгариев Я ему Рассказал Про эти Китайские Мотоциклы Он Оказывается Про них Знает Особенно Эти Все Коляски Но У него Там Были Проблемы Со здоровьем Германии Немцы Его спасли Вот И Вот он Какое-то время Он не мог ездить Но С мотоциклами Все время общался Сейчас ездит Но немного Вот По здоровью И Я ему рассказываю Про эти Он говорит Я тоже Вообще Обалдею Но Я заказал Яву Я говорю Да ты че Он говорит Пирата Он говорит Да Я говорю Блин Я говорю Так мечтаю О таком мотоцикле Вот такой вот Как у нас стоит Это вот такой Как у вас стоит Только Он 23 года И сделанный В Индии И Мотор То есть Крышки Половинки Как будто бы Вот такие Старинные На них написано Ява Но он уже Четырехтактный Уже цилиндр Высокий 350 кубов Полноценный Бобер Там Две топовых Модели И остальные Реплики Под все Старинные Они делаются В Индии Какую-то Часть чехи Оставили себе Но вроде Двухтактники Они закончили То ли в этом То ли в прошлом году Выпускать Двухтактники Но там Какой-то завод Работает И какой-то Эндур Они еще делают Точно Но Индусы Шпарят Шикарные Мотоциклы Выглядят Они Потрясающе Новая Ява Можешь забить В этом В поиске И посмотреть Как она Выглядит Вот И он Говорит Он пробивал Всю эту тему Просчитал То есть То ли 200 То ли 2000 Рупий Это стоит Там Умножить Поделить Там 30% Пошли на Акциз 5000 Там Утилизационный Сбор Там Еще что-то В общем 512 тысяч Он должен Оказаться В Санкт-Петербурге Если напрямую Как бы Попытаться Заказать Ну это Относительно Недорого Получается Да Но к сожалению Ты не можешь Там Через Этим пароходом Отправить Один мотоцикл Собрать группу Друзей Хотя бы Там штук 10 Вот Поэтому Он Поехал В Москву И Просто Тупо Купил Зная Расклад Цен Но там Есть Какой-то Очень Дешевый Естественно Дороже Значительно Чем Он Насчитал Но Значительно Дешевле Чем Они Продают А Смысл Какой Значит Если Мотоцикл Стоит В салоне Есть Какой-то Дилер В Москве Приличный Если Уже Мотоцикл Стоит В салоне То Ты можешь Купить За дорого Но Если Они Заказали И еще Идет Контейнер И он Еще Не Выкуплен Они Только Предоплатили Его И По дороге Пока Он Еще Не Дошел Ты В этот Момент Там Уже Цена Договорная Лицо В лицо Типа Поменьше Значительно Поменьше И Получается Ты Не паришься С продажей Пришел Ты отдал И Естественно Контора Паша Мотовоза Как раз Вчера Ему Грузило Мы Сидели Смотрели В онлайн Режим Как Грузит Яловская Коробка Значит Она Из Прессованной Стружки Тонкая Облицовка Металлический Каркас И Такая Огромная Печать Ява Написана По-чешски Сбоку Я говорю Ты Это А он Говорит Я специально Сказал Что не надо Привозить Не надо Распечатывать Закручивать Говорит В коробке Привезите Я сам Все Откручу Сам поставлю Хочу Такой Фетиш Говорит Поймать Сам Собрать Свою Яву Вот И Я говорю Ты Если что Эти панели Не выкидывай С этим Печатем Он говорит Не-не-не Я себя в гараже Это Поставлю Мне не удалось Вчера Отжать Даже Деревяшку Вот Мечта Должна быть Она у меня есть Но пока Я не готов Купить Мотоцикл Как игрушка Ну Это игрушка Он Одноместный У него Такое Сидение Старинное Значит Родной цвет Это реплика Там Тридцатых годов Мотоцикла На самом деле Реплика Современная Реплика Четырехтактный Двигатель 350 кубов Действительно Очень красивые Первые же Фотографии По запросу Новая Ява Как раз Да И значит Три цвета Красный Белый И черный Черный Это оригинальный Вишневый Это наш Традиционный Ну а Вначале Все мотоциклы Были черные Насколько мы помним До войны Все были мотоциклы Как бы черными Потом Их начали уже Красить Разными цветами Вот Поэтому он выбрал Все черные Ну а белый Это вообще фетиш То есть Такие мотоциклы Как бы не выпускались Но выглядит он Естественно белый мотоцикл Выглядит огромным Не хочу рекламировать Мы их к сожалению Не ремонтируем И когда они сломаются Еще непонятно Но Такой мотоцикл Приобрел Ну да Мы плавно Переходим Собственно К Новогоднему Волшебству Каким-то Подаркам И вот Ты уже так Плавно Намекаешь Что Так Семья тебя Слушайте Надеюсь Что ты не отказался От нового мотоцикла Ява Не услышит Сейчас звук Такой А правда Есть какой-нибудь Хороший подарок Который тебе Вот дарили Когда-то Как мотоциклист В нашей тематике Который ты запомнил Ну вот Ты помнишь до сих пор Я Давай На Новый год Собью разговор Значит У нас Обычно Перед Новым годом Покупают Подарки Ну Байкеры Да Для байкеров Покупают Подарки На Новый год Каждый год Эта Тема работала И каждый год Приезжали То шлемы То сувениры То брелки То банданы То перчатки Брали Кроме этого года В этом году У нас Никто Не приехал И ничего Не купил Не знаю С чем это связано Но вот такая Вот грустная история Так а что С прошлого года Не осталось Нет Сувениров осталось У нас вообще Очень много Сувениров У нас Есть Ну мы Дилеры Билдвилла Шлем Есть латунный Брелок Шлемов Билдвилл Металлический Минутка рекламы Но она такая Святая реклама Да Есть такие Свечки Загнутые Такие Как бы Расплавленные Такие У нас очень много Сувениров На самом деле Значки В форме Бензобака Харли Дэвидс Даже с запахом Бензина Да Можно покапать У нас есть Капельница Зажигалка Зипа Зажигалка Зипа У нас нет Почему-то Есть китайские Точные копии Точно так же Ломаются Как и зипа Точно так же Короче Что у тебя еще Есть для мотоциклистов Чтобы жены Сейчас вот услышали Шлемы Перчатки Сувениры Банданы И Все Ну у меня Мотомастерская У меня же Не мото Салон И у меня Не этот К сожалению У нас такой Мотокиоск Окей Давай мы как-нибудь Начнем закруглять Китайскую тему Такой простой У нас обзор Получился Тем не менее Ты видишь Будущее У вот этих Мотоциклов И нет ли Ну что ли Ответвления Публики Которая не будет Хотеть Китайцев По-любому Скажем Из соображений Ну я не знаю Классицизма Оригинала Насчет этого То что Евросоюз И Америка Провернули Я думаю Если китайцы Подсуетятся То они попадут Вживу То есть Сейчас Все Европейское Американское Не очень А все Что не их Не плевать Чье Главное Чтобы было Качественно Надежное Удобное Ремонтно Пригодное И все Будут с удовольствием Вот если бы Три года назад Я бы сейчас Начал бы Говорить Про двухлитровые Двигатели И сказали Слушай Не надо больше Про это говорить И мы не будем Это не может быть И мы это Никогда не будем Покупать Сейчас я думаю С большим удовольствием Это все будут покупать И будут ездить Тем более Если они покажут Что они надежные И есть сервисы Тут надо Подсуетиться Конкретно Чтобы Сделать Как минимум Техцентры Как минимум Дилер Моторизованные Чтобы не было Никаких проблем Просто очень Многие Дилеры Буксуют На том Что мотоциклы Продают А ремонтировать Их не умеют И людям приходится Шариться По гаражам Но тебе это на руку Мне это на руку Но я просто советую Чтобы у нас Все было хорошо Мы найдемся Чем заработать деньги Вообще Моторизированные То есть Харлисты Например У них есть Ты можешь Сделать дилер Дилерские Это дорого Много Ты должен Квоты Какие-то Закупать Технику Тряпки А ты можешь Обратиться Послать им письмо И сказать Я хочу быть Моторизированным Только чинить И тебе могут Прислать Лицензию Сертификат Что Вот И ты Подключаешься К базе Технического Сопровождения И если у тебя Какой-то затык Ты можешь Задать вопрос Специалисту Он тебе Выслит Всю техническую Документацию И с переводом На русском языке То есть подскажет Как исправить Да Это очень важно На самом деле Если китайцы Пойдут по этому пути А я думаю Что и у них Нет вариантов Потому что Я думаю Что для таких мотоциклов Достаточно Сделать в Москве Одного дилера Этого достаточно Пока Но Люди будут Приезжать С других регионов И Они будут Бояться Покупать их Потому что Не будут знать Как обслуживать Возить Все время Москву Из Владивостока Не алло Поэтому Если они Хотя бы Как минимум Сделают Одного дилера Но Сделают Хотя бы В нескольких Городах Моторизированные Центры Когда человек Из Питера Думает Ага Ну ладно Я сейчас Закажу Карточкой Там оплачу Мотоцикл Он мне придет Сюда Я его Заведу Но когда Надо будет Сделать ТО Я же не поеду В Москву Значит У меня должен быть Телефон Знаешь Вот как в советских Там Утюг И там В каждом городе Есть адрес Который может Сделать ремонт Вашего Там утюга Или все И мне кажется Вот эта тема На какое-то время Одноначальное Будет очень хорошо действовать Ой Я готов Готов к чему? К моторизированного Дилера Китайских Больших губатурников Но вы там уже учите По вечерам Китайские Иероглифы У нас вообще Один засланный Казачок Он вообще В Шэнджэне живет Мы ему Пишем Он нам переводит Там Все Может быть Ты еще и В китайскую Коммунистическую партию Может быть Готовишься Он Правда Женился Теперь Хреном Оттуда выдернешь Но мы все равно Постараемся Давай Что-нибудь Доброе И хорошее Пожелаем Нашим слушателям От твоей программы От тебя Да От моей программы Байки про байки Значит Хотел бы Чтобы этот год Наступающий Был Более насыщенный В путешествиях И Во всяких эмоциях Чтобы у нас было Больше рассказов Присылайте свои истории На наши Вопросы Вопросы Да Что-то все Тихо Молчат Никто не задает вопросы Мы не можем Покрыть все Все потребности Байкеры стесняются Многие Байкеры Да Байкеры вообще Что я буду там писать В интернете Побаиваются жен Чтобы в будущем году Такого не было Других байкеров Дождь Боятся байкеры Что еще боятся байкеры Ну Животных Животных на дороге Да Скользкий асфальт Да Целлофановые пакеты летящие И налогов Налоговых инспекторов Боятся байкеры Мы вообще боимся Всего Но вообще мы очень крутые Да 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 С Новым Годом Алексеевич Все взаимно Будь здоровый И красивый Какой ты и есть И до следующего года В рамках программы Байки про байки Счастливо Всего доброго Пока Моторадио представляет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова